Братья, я хотел бы вместе с вами поделиться об одной личности. Гедеон, наверное, очень знакомая такая личность. Почему именно о ней хочется поделиться вместе с вами, какие-то уроки взять из этого образа? Знаете, я не знаю, как у вас период времени. Я что-то всегда думал, что мое служение еще впереди, еще очень много времени, жизни. А сейчас тогда, когда уходят наши отцы, и уже, кажется, смотришь на себя в зеркало, оказывается, не так еще много впереди. Оказывается, история уже давно пишется, и того, что впереди осталось значительно меньше, чем того, что уже сзади. И анализируешь о том, что наши отцы оставили добрый очень пример. Прекрасный пример жизни, упования, веры, служения Господу. Сегодня мы оставляем тоже определенные уроки поколению, которые идут за нами. Кажется, те трудности, которые сегодня встречаемся мы, наши отцы не встречались, они немножко с другими встречались. Но остался Бог тот же, дьявол остался тот же, обетование Господне осталось. Я хотел бы вот в образе Гедеона, братья, чем мне очень понравился этот образ? Состояние народа Божьего, наверное, вам знакомо, вот в книге Иисуса Навина и книга Судей, очень четкое различие, да? Если в книге Иисуса Навина история народа Божьего, они действовали как один. Победа за победой. Если было какое-то поражение, они увлекаются. Бог явно отвечал на молитву, и опять победной поступью они шли дальше. Заканчивается, конечно, Иисус Навин видит будущее, но четкую позицию Он занимает в отношении себя, семьи. Я и думаю, будем служить Господу, а вы служите Господу, и всегда будет у вас благословенная жизнь. Но начинается книга Судей, все было не так. Все было не так. И практически так оно, знаете, действует по синусоиде, вверх-вниз. Здесь народ израильский грешит, Бог наказывает их, они каются, Бог воздвигает Избавителя, опять они поднимаются, поднялись, опять забывают Господа. И вот так вот, время от времени, вот по такой вот системе. И в этой истории, вот в книге Судей, очень прекрасный образ, во-первых, самого Господа. Он не уставал миловать людей. Кажется, уже можно было бы поставить крест, но сколько времени уже народ остается верный своей испорченности. Вот, кажется, можно было бы уже наказать, а Господь остается верен, милующий, заботливый, посылает им правителей, смиряет их. Вот, и вот во всей этой истории, тогда, когда состояние народа Божьего печально, Господь всегда имеет тех отдельных личностей, которые могут Бога прославлять. Хотя, скажу, братья, эта история тоже, она печально заканчивается. Это, знаете, братья, о чем нам тоже говорит. Даже очень хорошо начиная, но перестав бодрствовать и уповать на Господа, тоже есть опасность плохо закончить. Давайте вот вместе с вами откроем книгу Судей, шестую главу. И хотелось бы на некоторые моменты вот в жизни Гидеона обратить внимание. И, братья, учитывая время, я не буду читать полностью эти три главы, история его записана в шестой, седьмой и восьмой главах, а некоторые выдержки и некоторые мысли из этой истории хотел бы остановиться. Первый стих. Сыны Израилевы стали опять делать злое предачами Господа, и предал их Господь в руки маодинитян на семь лет. То есть, начинается такая вот печальная картина. Смотрите, как человек остается верен себе, своей испорченности, и какие бы хорошие условия человеку не создали. Например, в Идеме Адам поступает так же, Ной на обновленной земле, народ израильский в Ханаане. То есть, какие бы прекрасные условия не создай, если человек не живет в зависимости от Господа, послушании Господа, в таком напряжении не огорчить Господа, обязательно он споткнется, упадет. И как это мы сейчас замечаем. И сказано, тяжела была рукам маодинитян. Но я хотел бы брать еще на этом фоне немножко о верности Господу. Вот в книге Судей, мне очень нравится, в 10 главе, 16 стих, здесь интересно, образ Господа показывается. Второе полустиши. «И не потерпела душа его страдания Израилева». О чем братья тут говорили? Что те страдания, которые человек получает в результате своего неправильного выбора, Бог вместе с ним страдает. Богу тяжело на это смотреть. Но иногда он не может ничем помочь, если видит, что человек не кается, человек не делает правильного анализа, человек не делает правильной оценки своего состояния и не исправляет свое состояние. И вот тогда, когда они каялись, обратились к Господу, Господь чудным путем, можно так сказать, запускает программу освобождения народа. И вот чудным путем, и почему я говорю чудным путем, потому что обычно всегда Господь говорит, «Искал я у них человека». По-разному. Бывает, не нашел. Бывает, находит. И это, братья, самое сложное. Найти человека, через которого потом Господь может действовать. Господь может ангела найти, и он безоговорочно будет действовать, и правильно выполнять работу, которую Господь хочет. Но найти человека, через которого Господь бы действовал, это не всегда легко. И вот на предыдущих днях мы по истории тоже замечали, что Бог обычно ищет человека, воспитывает этого человека правильно, а потом через этого человека посылает благодать на окружение, на окружающих, и благословляет еще и окружающих. И вот, братья, в этом хочу обратить внимание на призвание Гедеона, и как Господь касается в первую очередь его состояния, воспитывая, потом касается вопросов его семьи, а потом получает ему служение в народе Божьем. С 12 стиха. «И явился ему ангел Господень, и сказал ему, Господь с тобою муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь, предал в руки мадинитян. Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля из рук мадинитян, и я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, Господи, как спасу Израиля? Вот племя мое в колене Монасиным самое бедное, «И я в доме отца младшим». И сказал ему Господь, «И я буду с тобою, ты поразишь манитян, как одного человека». Вообще, братья, прекрасное такое избрание, но оно очень похоже на много других избраний, как Господь избирает. Помните, когда ученики просят, Господи, нам бы большую веру, чтобы горы переставлять, чудеса творить, еще много. А Господь говорит, «Вам надо горчичное зерно, веру. Вам надо умолиться, быть как детьми. Проблема не в большой вере, а проблема, чтобы стать малыми». И скажу, братья, это проблема у каждого. У нас есть, чтобы быть малыми в своих глазах. Помню, у меня один служитель, с которым я в юности совершал служение с ним. Евгений Константинович Саразалов, который здесь ссылку отбивал, он мне часто говорил, мне так неприятно было, он мне говорил, «Вань, самые проблемные люди это дети служителей и способны». Думаю, «Ну я не способный, а сын служитель, а что, я разве виноват от этого?» Вот. Но он подчеркивает, говорит, «Я со своего опыта вижу, это люди, которым трудно замечание сделать, они трудно исправляют о себе высокого мнения, братья». И скажу, что человек, вот который высок в своих глазах, проблемный человек, очень проблемный человек. Иногда бывает, у него действительно есть способности. Иногда человек высок в своих глазах, у него никаких способностей нет. Недавно один брат подходит, «Я обиделся на тебя, потому что ты меня на курсы не посылаешь». Я говорю, «Рыбинский». Говорит, «Да я не против, только тебе, брат, надо ноты выучить сначала, до рыбинский». То есть ноты же не знаешь. «А что, нельзя так? Нет, нельзя. Давайте помогу, выучишь ноты, потом пойдешь». То есть человек представляет уже себя очень большой личностью, но видит препятствие, оказывается, все виноваты, кто не помогает ему в этом деле. То есть, братья, и в данном случае, вот смотрите, как Господь избирает Гегиона, является Гегионом. И Гегион говорит, «Господи, да, я, пожалуйста, давно ждал». Чего ж ты так? Поздно. Он, смотрите, какую позицию занял. «Я самый малый». Помните, очень часто так бывает, да, когда Бог действительно избирает сосуд, которым он пользуется. Люди обычно, вот Моисей, тогда, когда он говорил, что, «Господи, да моей рукой ты избавишься». Господь на 40 лет его в пустыне, да, и тогда, когда он понял, что он уже малый, Господь тогда его избирает, тогда уже использует для своих великих славных целей. Ну, и многих других. И в данном случае, братья, смотрите, какое первое условие, это быть малым в своих глазах, братья. Для того, чтобы Господь мог наполнять нас благодатью своей. Для того, чтобы мы могли учиться. я много раз, знаете, меня задевало, ну, сейчас-то я немножко старше стал, когда мне было около 40 лет, в Москве еду, объявление на курсы, там, машинисты, электропоезда, еще на какие-то курсы, и пишут, до 40 лет. Я интересовался, думаю, а почему до 40 лет? А мне объяснили. Ну, говорит, психологически у человека до 40 лет он еще думает, что он что-то не знает. А после 40 лет он считает, что он все знает. То есть, его уже учить невозможно чему-то. Братья, со временем я понял, что не всегда так. Иногда бывает, в 15 лет он уже считает, что он все знает, и уже ничего не научишь. И в то же время, братья, я поражался, как иногда некоторые в 70 лет учатся. Вот служители, такие служители, кажется, Николай Абрамович Крейгер, Ивана Яковлевич Антонов, за 80 лет они сидят и конспектируют молодых проповедников, которые только недавно встали за кафедр. И думаешь, эти старцы уже десятилетия тюремного срока, это старцы, которые жизнь прожили упование, доверие Господу, а они как ученики учатся. Вот, наверное, это условие было тех благословений, которые Господь потом их благословлял. и наоборот, когда человек достигает, я уже все знаю, чего вы меня учите, вот, Господь кончает работу с ним, и уже дальше очень сложно что-то с ним сделать. Потом, братья, следующее, что вот в этом призвании Господь, думаю, что Господу ну, нравилось, вот его глубокая вера, помните, он так говорит, если Господь с нами, то где чудеса, которыми говорили отцы? То есть, братья, я так представляю, что это разговор в чем? Если Бог с нами, то Он должен быть реальным, Он должен быть живым, Он же не икона, не вымышленный, это же не просто религия, это живой Бог, который должен проявляться, как в какой-то книжечке был рассказик в Африке, рассказывал миссионер о Боге живом и говорит, у вас идолы, а у нас живой Бог, а почему он живой? Потому что он умер и воскрес. Мальчик прибежал домой, взял папиного идола и побежал на грудь, папа, смотри, а куда ты? Я его хочу похоронить, если на третий день воскреснет, значит, это Бог, если нет, значит, это идол. Братья, у нас Бог, если мы по-настоящему с Богом имеем общение, то Он должен быть живым. Помните, очень хорошо Елисей говорит, когда Илья вознесся от него, он взял мелочь в руку, ударяет по воде и говорит, где Господь, Бог Ильи, Он Самый. О чем это говорит? То есть, если Бог Ильи со мною, значит, Он должен действовать, Он должен проявляться. А если Он не проявляется, братья, ну, я не за то, чтобы в нашей жизни обычно какие-то чудеса не кого-то удивлять, но в нашем характере, в наших взаимоотношениях, в нашем служении, братья, люди, смотря на нас, должны задаваться вопросом, почему Он так поступает? Это ради Господа. Это Бог так Его ведет. Почему там в вопросе, вот брат говорил, в вопросе учебы, многих других вопросов. Ведь люди мира, я вспоминаю момент, когда дети в музыкальной школе учились. Учатся, но тогда в Молдавии там уровень немножко повыше был, и учитель, ну давай твоего сына на городской конкурс там по трубе. Я что-то не побудрался, ну, пожалуйста. И он занимает призовое место. Призовое место, там денежная премия, мэр города, поздравляет. Он говорит, все, на конкурс Европы. Я говорю, не-не-не-не, никаких европейских конкурсов. Я вспоминаю, я ему говорю, нам не нужно этих конкурсов. А почему? Это ж слава, а нам не надо. Это ж деньги. Нам этого не надо. А что вам надо? Ну, чтобы в церкви служил Бог. И вот мы с ним говорим, как иностранцы, без переводчика. Он говорит, слава, деньги. А я говорю, не надо ни слава, ни денег. Надо. Зачем я его пять лет учил? Ну, для того, что в церкви. И опять сначала. И раз три, четыре сначала. Фу, говорит, столько лет, и все зря. Ну, и так дальше. Я к чему, братья, говорю? И вот у этих людей должен возникнуть вопрос, почему они так поступают? И они, может быть, не понимают, но они должны понять, что они верующие, они всегда вообще все странно, они всегда не так. Вот. У них жизнь, у них принципы, у них взгляды, у них понимание, образ, внешний вид, ну, все не так. И вот в данном случае, я думаю, что Гидеон очень правильный вывод сделает. Если Бог не проявляется, а может, его нету за мной. Если он нереален в моей жизни, если перед народом языченников мы в поношении, в поругании, значит, что-то проблема какая-то, с Богом какая-то стена, он не проявляется. Ведь Господь говорит о церкви, все стою у двери и стучу, да? Отворишь дверь, вот, войду, буду вечерять. А если не вечерить, может, он за дверью. И, братья, хочу обратить внимание на два обетования. Очень важные, когда Господь призывает, он дает два обетования. Богу очень понравилась позиция Гидеона, и Бог дает две гарантии. Во-первых, Он дает гарантию, я буду с тобою. Ты переживаешь? Если Господь с нами, Он дает гарантию, я буду с тобою. Да? Я буду с тобой. И скажу, братья, эта гарантия очень важна. Это нет гарантии, что не будут трудности, не будут переживаний. Вот наши братья, которые в тюрьме были, да? Бог не давал гарантии, что они не будут там. Но там, где они будут, с ними будет Господь. С ними будет Господь. Да? И сколько этих примеров, тогда, когда сестры свидетельствовали, говорят, отворяя двери, камера женская, и такие головорезы насилуют всех, кто в этой камере. Говорит, не понял, почему он не подошел ко мне, но во всех моих глазах видно было, что что-то такое, что ему нельзя подходить. Ну, или Степан Григорьевич говорит подобное, тоже ситуация, когда, говорит, именем Господнем запрещаю тебе, говорит, его как откинет. А это программная была задача власти. Вот. Если обещайся, потом попробуй, будь служителем. Вот. Я к чему говорю? Есть моменты, где уже никто тебе не поможет. Никто. А вот если Бог с тобою, и в трудных моментах оно проявляется, окружающие люди тоже это видят. Тоже с этим потом считаются, да? Вот как про Бойко рассказываю, да? Сколько раз этих примеров бывает. Бандиты и на благовестие приходят, там уже начинают делить машины, это все. И стоит сказать, что да мы верующий совет от церкви, сейчас главарь приедет, разберется с вами. Он приезжает, мы верующие. Какие верующие? Бойко знаете? Да. А, ну все, ребята, оставьте. Так, ребята, что вы хотите? Благовестие, да? Так, клуб завтра на 7 часов будет ваш. Так, что вам еще надо? Собрать народ, ребята, на мотоциклы и народ собираем на завтра на 7 часов. И он говорит, братья, идем по улицам, а эти бандиты мотоциклы. Мы уже по этой улице проехали, мы уже по этой улице тоже проехали, мы уже там были. А это уже как пропуск. Бойко знаю, все, все. А почему? Не потому, что он многие чудеса творил. У него жизнь такая была, что люди, когда задавали вопрос, а что он так живет? Потому что с Богом. Потому что Бог с ним. и он был готов умереть, готов был жить. Какая радость, но главное верность Богу сохранить. И второе, братья, обетование. Господь говорит, я посылаю тебя. Вот подобным образом Моисею, да, Господь дает обетование. Я посылаю тебя. Я посылаю. Братья, есть две проблемы в нашей жизни. Идти тогда, когда Бог не посылает, и не идти тогда, когда Бог посылает. И то, и другое плохо. Плохо, когда мы рвемся раньше времени. Бог не посылает, а я, я же способный, я уже закончил, я умею, и курсы прошел, и все могу. А Господь не посылает. Господь, может быть, посылает в пустыню пасти овец. Вот, иди работай, научись работать. А приходит время, когда я, может быть, очень хорошо зарабатываю. Уже бизнес налажен. Уже все хорошо будет. А Господь говорит, хватит. Пошли на служение. Как, Господи, я только пристроился хорошо. И вот, братья, вот это две проблемы. И скажу, что и одна, и другая непростая. И вот тогда, когда Бог посылает, если со своей стороны человек не отзывается по слушанию, братья, это очень серьезно. Это очень серьезно. Нельзя так сказать. Ну, Господь призвал, а я отказался. Ну, и ладно. Ничего подобного, братья. Помните, стихотворение, говорит, ты отказался от труда, и кто-то прежде незаметный, святой ревностью, горя, бесшумно, занял твое место. Но беспристрастно здесь теперь перед лицом великим Божьим приобретение или потере чего же в жизни твоей будет. Скажу, братья, я всегда об этом сильно переживал. Иногда я не понимал волю Божьей, не воля Божьей. Но самое страшное, думаю, отказаться, это что-то страшное. Мне бы очень хотелось, чтобы Господь не призывал, не поручал. Потому что в моей жизни уже несколько таких четких, таких явных примеров, приезжаем в семью и предлагаем, говорим, что вашего мужа хотели бы на служение. Все-таки группка небольшая, там иммиграция как раз была. А остаетесь вы здесь. И хотелось бы, чтобы его вы дали согласие на руку положить. Жена говорит, ни в коем случае. Нет, так нет. Но настоятельно говорит, если дадим время на размышление. И вот месяц на размышление, через месяц опять нет, нет, он должен зарабатывать. Понятно? Понятно. Через месяц она приезжает. Братья, плачет, онкология. Муж заболел раком. Пускай он на служении, пусть рукополагает. Мы говорим, поздно. Поздно. Ты сделала выбор. Твой выбор. С этим выбором надо будет считаться. Вот прошло уже больше 15 лет, вот сейчас время от времени видимся. Я так думаю, как человек вспоминает. Вспоминает. И этот не единственный случай. Помню, в моей юности тоже брата хороший, способный, талантливый. Давай на служение. Нет, 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 нет. На стол залез, стоком убил и она готова была 10 раз. Говорит, хорошо вашим женам. Говорит, а кто же тебе мешал, чтобы тебе было хорошо? Кто же тебе мешал? Я к чему братья говорю? Бог, но я не хочу Бога представить таким жестоким, всякого, кто не слушается, он сразу убивает, но я хочу сказать, что это очень серьезно. Помните, Господь так говорит Моисею, призывает на служение? Моисей говорит, а вот мне не поверят, а я не речистый. И Господь удовлетворяет его. Одно, второе, третье. А потом у него закончились аргументы, и он говорит, пошли кого-нибудь. И сказали, и возгорелся гнев Господень. Возгорелся гнев. И, братья, возгорелся гнев Господень не на язычника, не на фараона, а на кого гнев Господень? Раба Божия. На Моисея вотгорелся. Это очень серьезно, братья. Если не хотим гнева Божия, братья, надо быть послушным. Не браться, когда Бог не поручает, но когда поручает, со страхом Божьим, со смирением, нести эту ответственность. Братья, хотел бы бегло пройти еще дальше. Я не буду читать, напомню просто. Когда в личном взаимоотношении с Моисеем было четко и определено, кстати, братья, скажу, что вот это личное призвание на служение, оно очень важно. Почему? Потому что если нету личного призвания, не будет устойчивости, постоянства. Кто-то в церкви, да кто ты такой? И все. Да не, братья, я не буду тогда. А если есть ясно, что меня на это место поставил Господь, человек испокоен, делает, что Господь поручил. Вот. И после этого Господь со своей стороны продолжает работу в его семье. Скажу, братья, наши семьи, мы не можем так сказать, вот я совершаю служение, а моя семья, я за нее не ответственный. Ну, как за всех? Нет, это образцово. Видите, часто мы так, когда приходим в какую-то семью, что-то им говорим, что надо, он говорит, а как у тебя? Да? А я говорю, у меня точно так же. Точно так же. Такие же трудности, такие же переживания. Я тоже знаю, что такое многодетность у меня, что такое материальное, что такое, ну, то, что у вас, то и у меня. И вот, смотрите, одна из проблем в семье, идол. И вот этого идола надо убрать. Но не просто его убрать. Знаете, вот решительные его действия повлекли проблему. Народ собирается и говорит, убить его. И народ, братья, это не язычники. Божий народ. Убить его. Что это такого? Убрал нашего идола. Как так? Бога нету, идола убрали, теперь как нам жить? Проблему появляется. Братья, скажу, что это нелегко убирать идолов с нашей семьи. Нелегко. Для этого надо иметь большую власть. Нельзя начинать с идолов в семье, не убрав со своей жизни. То есть, начинать, ну, вот, например, дети, я вижу, что вы привязаны к компьютеру или к интернету. так, убираем все компьютеры, мобильные телефоны. Он говорит, пап, а ты? Ну, или же, помните, подобная ситуация была у Якова. Господь ему говорит, иди в Ефиль. Ну, он пообещал когда-то Господу, что я пойду в Ефиль, когда он возвращается и останавливается в Сихеме. Там Дину обесчестили, потом его сыновья выразили город, ну, и проблемы, он в страхе, не буду описывать, братья. Ну, там случается, он в таком состоянии, тяжелом состоянии, что делает? И Господь ему является и говорит, ты 20 лет назад обещал, жертвенник не построил, храм или дом Божий, да, в Ефиле. иди в Ефиль, а он что делает? Он собирает семью свою, а семья, это не подростки, братья, это уже двое город вырезают и говорят, так, я сейчас яму копаю, бросайте идола, бросайте одежды, бросайте золотые украшения сюда, я ему что, бросай? Я задаюсь вопросом, думаю, как это так? Все запросто, братья, вы пробовали избавить сына от мобильного телефона, дорогого, привязанности к интернету, ну или другого одежды, дочь от одежды модной, ну или много других каких-то идолов, которые у нас, бывает непросто, но в чем секрет вот этого уверенности и решительного действия, которое имело успех, то, что у него самого с Богом налажены взаимоотношения, у него с Богом налажены взаимоотношения, и он тогда, когда сам повинуется Господу, как я помню, когда мы в парикмахерскую приходили, папа нас троих сыновей приводит, сам садится, говорит, меня пострадите так-то, так-то, чтобы здесь рукой нельзя было взяться, и говорит, а их всех как меня, ну и все, и разговор, и этот принцип жизни, братья, а вы как я, для меня это, принцип жизни, и вы как я, и тогда, когда в нашей жизни это так действует, тогда у детей, может быть, они не становятся братья ангелами, может быть, Бог их не будет призывать на великое служение, но наше слово имеет силу, наше слово имеет власть, вот, и решительные наши действия все-таки, вот, будет иметь какое-то влияние, мы можем на это рассчитывать, и вот тогда, когда мы можем смело, правильно устанавливать Божьи принципы всеми наших братьев, Бог поручает служение в народе Божьем, в народе Божьем, и вот, я прочитаю здесь несколько, и Дух Божий объял Гедеона и вострубил трубою, и созвано было племя Авиазирова за ним, и послали в послух, то Дух Божий наполняет нас и дает ответственность. Братья, я в седьмой главе хотел бы один стих или два слова обратить внимание, и сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много, не могу я предать многих. Братья, вы когда-то серьезно думали над этими словами? Бог говорит не могу. Вообще есть что-то невозможное для Господа? Конечно, обещается. Да? Бог говорит не могу. Он может все, может создать землю, может Самсону дать возможность, чтобы один тысячу победил, много чудес, все может делать. А вот дать славу людям, которые не посвященные Богу, не преданные Богу, себя не отвергли, не может. Не может он этого делать. Почему? Потому что он не может через свои принципы переступить. Он не может человеку дать то, что человек потом неправильно будет использовать. И вот интересно в этой дальнейшей истории Господь вот эту большую армию, которая с Гедеоном, он начинает их отделять. Сначала боязливые робки ушли домой, а потом, помните, к воде подводят и оставляют 300 человек. Скажу, что это нелегко. Решился идти на войну, а вдруг тебя комиссовали и сказали, что ты негодный. Я не ушел, потому что я боязливый. Я не боязливый. Я хочу за Господа воевать, а Господь говорит, иди домой. Не нужен ты. Не нужны войски. Слишком много. Я не хочу, чтобы слава была приписана кому-то. Слава должна быть только Господу. И если человек может славу отдавать Господу, вот с теми Господь может и действовать. И дальше Господь очень чудесно победу свою совершил. Братья, не буду останавливаться. Только на двух словах хочу обратить внимание, как они кричали меч Господа и Гидеон. Братья, так это два меча или один? Это один. Но он и Гидеона и Господа. Кто-то говорит, что вы братство вспоминаете? Это за Господом. Кто-то в другую крайность братства. Братья, я вполне согласен. В свое время Иван Петрович сказал такое выражение и оно стало таким знаменательным крылатым, да, что говорит, если для меня истина дороже, чем братство, но я люблю братство, потому что оно по истине поступает. И пока это так, братство для меня дорого. для кого-то это было очень неприятно, ну, еще в те времена, знаете, тогда, когда за братство нужно было сильно воевать. В данном случае братья должны уравновешенность. И братство это проявление Господнего действия в реальности. Сказано, что знали Господа и дела его, или не знали Господа и дел его. Так вот, братство, пусть это уазис на Дальнем Востоке в Сибири или в Молдавии на Украине. Это проявление Божьих дел. И это одно и другое очень важно. И еще, братья, несколько мыслей мы помолимся. То есть даже когда одерживаются победы, смотрите, начинаются проблемы открыты. И фрямляне начинают конфликты. Почему ты пошел, а нас не взял? Вообще инфрямляне похоже такой народ задиристый. Но в свое время чуть позже Иефай с ними иначе будет разговаривать. А в данном случае Гидеон помните как с ними разговаривал? Что такое я сделал в сравнении с тем что вы сделали? То есть суть этого разговора какая? Да кто я, чем ты? Ты вот это да, а я? Ведь проблема очень много в церквях от чего? Чего вы меня унизили? Со мной не считаетесь? А я что? Никто? И когда человеку эту проблему скажет да ты же ой-ой-ой какой важный и нужный и ценный успокоился их дух оказывается не так много нужно было для того чтобы успокоиться ненадолго пришел другой который успокоил надольше а пока успокоилась братья но хочу сказать что вот то что не сделали зла Гидеону не принесли смотрите мечи Мадинитян со всем войском ему не принесло зла упреки Ефремлян но ему принесло серьезное зло что дело любви народа израильского расстелите одежду бросьте подносим и бросим и что смотрите какой печальный конец народ Божий стал блудно ходить многодетная семья пошла под меч 70 детей на одном камне закончили жизнь и от чего братья вот скажу что в свое время у нас не рад неоднократно мы там с Молдавией очень рядом Румыния и там своя история непростая история там в этой истории там тоже были сильные гонения когда мы приезжали мы говорили ну как же вы у вас еще на спинах не зажили раны а уже у вас телевизор у вас уже такой вот ну говорит да мы тоже как вы были и вы станете как мы приедут к вам западные теологи научат вас и вы станете а куда вы денетесь и тогда нам тоже страшно становилось а почему а мы говорим а что вам мешает быть как мы ну как что если только мы откажемся от западной этой теологии содержание прекратится молитвенный дом не построят литературу не привезут а как нам совершать служение так же как и мы нет это уже не получится мы уже привыкли так хорошо жить хорошо жить ну и так они всегда с радостью вестник истины брали на румынском языке а всегда нам говорили хорошо вам но и вы будете как мы и нам страшновато брать остановились о том что приедут западные теологи и они приезжали с большими пачками копеев долларов и говорили ну давайте мы вас всего лишь будем обучать и вам дом построен и у вас и тот а мы говорили ни денег ни вас нам не надо и вашей теологии такой которую вы не хотите менять понимать не надо нам этого всего и вот братья устоять против вот этого соблазна серебролюбия и нам же не случайно так говорили вот то что не сделало КГБ с вами то говорит богатые западные богословы говорят они сделают братья и это не на пустом месте слово не на пустом месте сколько тех которые устояли перед гонениями готовы были умереть в тюрьме а заканчивается жизнь совершенно на других полях да братья я не за то что их осудить а за то чтобы мы серьезно поняли что эта проблема непростая непростая и то куда сейчас ведет этот мир можно сказать наш особенно это поколение молодежи тогда когда им хочется хорошо жить и служить Богу и жить хорошо а иногда не совмещается же это и то и другое я не за то чтобы осуждать тех у кого совмещается но часто это не совмещается не получается а им хочется это жить ну как же я женюсь и квартиры нету а как же машины нету а уже смеются на джигули а что ж я на джигули буду ездить или на чем ну на запорожце ездить ха-ха-ха и вот столько смеха столько этого так весело я так думаю а почему бы вам не жить так как мы когда-то жили как же а как вы жили и вот начинаешь им рассказывать как мы жили не-не-не сейчас так никто не живет ну а почему бы вам так не жили ну посмотрите на будущность вот посмотрите на будущность того кто живет свято чисто богобоязненно ведь он никогда не был в нужде ну в бедноте в нищете господь заботится и об этом и дает а посмотрите кто устраивает жизнь свою богато смотрите как в жизни у него проблемы вот на будущее немножко посмотрите помню в одну церковь приезжаем на Украине нам говорит вот у нас какой хороший жених он уже вот он женится вот через месяц а вот уже уже дом построил и двухэтажный и уже там халатик для своей невесты и тапочки там стоят вот и все расскажет говорю а он наверное служение слышит не как же служение там же работать надо работать 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 надо и знаете мне братья не из-за этого жениха я его даже увидел со стороны а я попереживал о чем что зараза у других вместо того что пожалеть о нем о нем рассказывают знаете как о герое веры мы раньше рассказывали о братьях которые жизнь отдавали за господа а здесь рассказывать о человеке который жил для себя свое удовольствие вот герой хотелось бы братья чтобы мы сейчас могли помолиться о чем помолиться что господь который с нами он научает и тот который нас провел до сего момента он проведет и дальше и чтобы в разных опасностях будь то это изобилие или нужда трудности извне трудности или изнутри или благополучие успех церкви или многие другие чтобы нам не потерять общение с Богом близкое общение то обетование которое говорит я буду с тобой да поможет нам в этом Господь Аминь Аминь